Всем привет! Сегодня мы посмотрим на конфигурацию для новой сборки квадрокоптера. Квадрокоптер будет небольших размеров и собран на раме Spadex S250Q. Это в основном пластиковая рама, усилена карбоновыми пластинами. В комплекте есть регуляторы скорости 12 А, плата распределения питания, вот такие вот регуляторы круглые. И на них, как я понял, есть светодиоды зеленого и красного цвета. Рама покупалась на распродаже с магазина Hobby King и обошлась она мне. 10 долларов она стоила на сайте и 4 доллара доставка, то есть 14 долларов. И я думаю, что за раму с платой распределения питания и регуляторами таких денег не жалко. Тем более, что обычная цена этой рамы составляет больше 60 долларов. И это без учета доставки. На Hobby King распродаже также была приобретена PV-маска Vision Plus. Обошлась она мне 19 долларов с бесплатной доставкой. Вообще, отличная сделка. Это обычная 5-дюймовая FPV-маска. Вот такие вот у нее характеристики. В общем, стандартные на сегодняшний день для FPV-масок бюджетных. Вот так вот она выглядит. Здесь один приемник. И единственное, что здесь не хватает, это аккумулятора. Обычный у нас Т-коннектор. Также есть переходник под круглый коннектор. 5,5 миллиметра. Вот в комплекте у нас есть антенна клеверная. Ремешок. И различные переходники. Также в комплекте у нас есть две подкладки для лица и для носа. В общем, отличный комплект, особенно учитывая цену. Будет использована доступная народная радиоаппаратура Flysky i6. И эта радиоаппаратура тоже покупалась на распродаже, по-моему, на GearBest. С приемником она обошлась 38 долларов. Посмотрим, на какую дистанцию мы можем улететь на стоке. И позже затюнингуем ее, поставив двухватный усилитель. Также на этот передатчик я заказал пружину, для того, чтобы ручка газа у нас была всегда в центре. Потому что квадрокоптер сам будет удерживать высоту и позицию. И в этом нам поможет контроллер полета Radiolink Mini PIX. Это контроллер полета PIX HAVK, только в суперкомпактном размере. Производитель обращает внимание, что он размера контроллера F4. В комплекте у нас есть все необходимое. Плата распределения питания. Здесь у нас кнопка безопасности, сигнализация, GPS-модуль. Маленький, компактный. И вот сам контроллер полета. Тоже миниатюрный. И за счет этого для моей сборки он идеально подходит. Контроллер мы можем использовать в самолетах, мультикоптерах, вертолетах, машинах и лодках. То есть такой маленький контроллер скрывает в себе действительно безграничные возможности. Контроллер обошелся 50 долларов. И теперь переходим к самому дорогому и к самому сложному с точки зрения решения покупки комплекту моторов. Это новые популярные моторы Gorilla за 79 долларов. Вот так вот они выглядят. Моторы у нас размера 2507 на 1500 кВ. И в паре с пропеллерами Gemfun 6х4 за 99 центов. Кушать они будут как маленькие котята. 3-4 А на 50% газа. Так что по поводу 12 А регуляторов, которые идут в комплекте с рамой, я не беспокоюсь. Видеопередатчик будет использован от компании AKK. Модель FX2. Вот так вот выглядит он. Стоит 20 долларов. Максимальная мощность этого видеопередатчика составляет 800 мВт. Протестируем, какую дальность он покажет. Если ее окажется недостаточно, то поставим на него усилитель за 18 долларов на 4,5 Вт. В комплекте у нас есть переходник для антенны. И необходимые кабели для подключения камеры и питания. Камера будет использована тоже от компании AKK с сенсором Sony 600 TVL. Стоит она тоже 20 долларов. То есть это довольно-таки качественная камера средней ценовой категории, которая должна нам обеспечить приемлемую картинку. В комплекте у нас есть кронштейн, кабель для подключения. Здесь у нас OSD кабель для настройки параметров камеры. На видеопередатчик поставим новенькую антенну. Вот так вот она выглядит. На 8 дБ. Также протестируем и другие антенны разной формы и мощности. Вот обычный клевер на 3 дБ. Пагода на 5 дБ. И вот этот тоже закрытый клевер на 8 дБ. И вот это пока что все. Так что можем подбить начальный бюджет. И скоро приступим к сборке. А на сегодня все. Ссылки на все комплектующие будут в описании под видео. Спасибо всем большое за внимание и до встречи в следующем видео.